Доброго времени суток, дамы и господа! Дополнение Dragonflight совсем скоро стартанет, и постепенно нужно подготовиться к его старту. В этом видео предлагаю вам полный маршрут по прокачке дракона, не путать с драктиром. Летая по драконьим островам, некоторые моменты были ускорены в 2 раза, некоторые в 5 раз, а некоторые даже в 10 раз. И если какой-то промежуток на видео является для вас слишком быстрым или медленным, то при нажатии на шестеренку в плеере ютуба можно регулировать скорость. Пользуйтесь на здоровье! Это видео было записано в 2 этапа, поэтому не удивляйтесь некоторым рваным моментам или разному количеству энергии дракона. В течение видео будут озвучиваться мои комментарии о той или иной точке, через которую я пролетаю, и сложность добычи драконьей реликвии в этом месте. Все макросы, все координаты есть на экране. Также абсолютно всё-всё-всё будет в описании к видео. А если вам что-то не ясно, то пишите в комментариях, буду рад обсудить с вами тот или иной отрезок видео. Также не забывайте про твич-дропсы, которые вновь будут с 29 ноября, и при просмотре моего стрима их можно будет получать. Начнём наш полёт. Поднебесная обсерватория. Первая точка, где мы будем вылутывать драконью реликвию. Очень проста в получении. На башне в момент квестинга нас закинут на эту башню. Мы же садимся просто на своего дракончика, один раз делаем полёт вверх, и мы уже на крыше. Делаем ещё один полёт, и мы уже забираем эту реликвию. Вторая, третья реликвия. Летим по координатам, аккуратненько всё забираем. Вальдракен, основной город дополнения Dragonflight, в него телепортируемся после сбора трёх этих реликвий. Далее, с крыши, там есть аспекты, мы забираем реликвию одну, и летим к той четвёртой, которая находится в берегах пробуждения. Очень лёгкий, очень быстрый полёт получается. Летим к башне, забираем реликвию, летим вперёд, забираем ещё один баджик. Это довольно-таки лёгкие баджики в тот момент, когда мы летим с какой-либо верхушки. Полёты на драконьих островах устроены таким образом, то что если вы взяли высокую точку, то в принципе дойти до каких-то низких точек очень легко. Самое главное — найти эту высокую точку. Я её нашёл. Для того, чтобы найти высокую точку, потребуется время, а нам же на старте дополнения хочется ещё и прокачаться до 70 уровня быстро. Но! Имеются драконьи реликвии, которые находятся рядом с землёй. Невысоко. Это десятая реликвия в берегах пробуждения, и первая реликвия в равнинах Он-Аары. Только что пролутанная реликвия, одиннадцатая на берегах пробуждения, она находится рядом с лагерем, с сюжетным квестом. Мы по-любому там будем, и, конечно же, эту реликвию надо будет пролутать. Двенадцатая реликвия на берегах пробуждения пролутывается как-то тяжко и находится она далеко. Надо с какой-то верхушки её пролутывать по-любому. Делать так, как делал я, наверное, даже не стоит. Берега пробуждения пройдены. На каждой локации нас ждёт по 12 реликвий. Суммарно 4 локации, соответственно, 48 драконьих реликвий будет собрано. Этого хватит, чтобы раскачать абсолютно все таланты. Минуя все невзгоды, летим в равнины Он-Ары, забираемся на статую, со статуи летим на гору, рассматриваем красивый вид, но нам нужно пикировать вниз. Не нужно слишком долго смотреть на красоту этих драконьих островов. Как вы могли заметить, многие драконьи реликвии уже являются серыми и невзрачными. Это всё по той причине, что они уже были пролутаны мной. Те реликвии, которые не пролутаны, они будут светиться ярко золотым цветом. Но на данном отрезке видео так тускло видно эту реликвию, что я специально даже замедлил. Надеюсь, вы её увидели. Лазурный простор. Немного душная локация в плане сбора некоторых реликвий. Они будут находиться в деревьях. Как вот, например, первая. А следующая драконья реликвия находится в снесённом дереве, срубленном, оборванном. Называйте его как хотите. Видео было записано на бете. Пинг высокий. И влетая в новую локацию, иногда пропинговывает так сильно, что драконью реликвию можно не увидеть. Именно это и произошло. Я покрутился. Она, по идее, пролуталась. Я полетел дальше. Одна реликвия находится низко. Другая реликвия находится высоко. Самая ластовая, вы вообще чокнетесь, где находится. Ну, приходится ждать, когда адрегенится энергия. Из-за того, что эта реликвия была ранее пролутана, она серая, и я её не увидел. Пришлось немножко вернуться. Мы знаем, серые реликвии тусклые, я ношу очки, у меня немного проблемы со зрением. Немного крутимся, если не видим реликвию. Самое главное, не терять высоту. Летим дальше, пролутываем всё, что видим, по координатам. Мы набрали хорошую высоту. 11 реликвий в равнинах собрано, 12-ая будет пролутана чуточку позже. Возвращаемся в простор лазурный. Взбираемся на башню. Если извлечь все полёты, если рассмотреть весь сбор драконьих реликвий, то можно сделать простой вывод. То, что находится высоко на башнях, это нужно вылутывать либо в процессе квестинга, если туда направлены квесты, либо это идёт так долго, что вылутывать их как-то не особо хочется. Но всё же, когда они по пути, можно вот так подождать энергию и забраться на самую верхушку, чтобы потом поймать красивый полёт. О нет! Драконьи реликвии! Они на деревьях! Вы реально только взгляните! Прям всунули в это дерево драконью реликвию. Не будь она так хорошо подсвечена, мы бы её не заметили. На том месте, где находится шестая реликвия, в лазурном просторе, мы будем делать квесты. И там будет одна интересная фигура, в виде рейдового босса представлено, который был давно. Рекомендую эту реликвию пролутать в тот момент, когда вы будете квеститься. А квеститься мы тут будем. Тут идёт основная цепочка. Для сбора седьмой реликвии нам нужно пикировать вниз, а для сбора восьмой и девятой реликвии мы аккуратненько летим, примерно как я, можно даже лучше. Если не теряем высоту, то это лёгкое для нас испытание. Если же мы теряем высоту, неправильно жмём кнопки, то их будет тяжко пролутать за один раз. Простой пример взятия драконей реликвии в процессе квестинга. Летим мимо, подбираем реликвию. И если начертить правильный маршрут, то эта башня даже не пригодится. Внимательно изучите все координаты и внимательно изучите все зелёные точки. Не повторяйте моих ошибок. Простой пример взятия драконей реликвии в процессе квестинга. Летим мимо, подбираем реликвию. Таль-Дразус. Последняя локация. Сразу с башни вылутываем первую драконью реликвию. После пролутки первой драконьей реликвии в Таль-Дразусе, я в рамках этого видео возвращаюсь в равнины Он-Ары и забираю двенадцатую, последнюю оставшуюся реликвию. Сложный момент, но интересный. Небольшая проверка скилла. Взбираемся наверх, получаем награду. Если нет, то потратим чуточку больше времени. Получили награду и пикируем вниз. Летим по координатам и вылутываем драконью реликвию. Не думал, что скажу это, но сбор данной драконьей реликвии долгий. У следующих будет еще дольше. Надо как-то адаптировать это, подумать. Само собой, подумаю, и на релизе они вылутаются еще быстрее. Для того, чтобы долго не лететь, использую камень возвращения в основной город. И с крыши аспектов лечу пролутывать следующую драконью реликвию. В тот самый момент, когда я осмотрел абсолютно всю башню, а реликвия находилась в таком очевидном месте, я улетел повыше, улетел пониже, а она оказывается внутри, рядом с потолком. И при сборе этих реликвий, которые остались, начинается тотальнейшая душнилова. Как описать это иначе, я просто не знаю. Нужно либо как-то камень подъюзать в этот момент по-особенному, либо как-то летать лучше. Но в целом-то полеты мне уже стали ясны к этому моменту, когда я столкнулся с такой сложной ситуацией. Нужно лететь, как я правильно понимаю, относительно спокойно, относительно пассивно. И уже в тот момент, когда нам нужно взлететь куда-то выше, мы фулейше вжимаем кнопочку 2 и просто взлетаем на большое количество метров вверх. Таким образом, мы еще и баф получаем под названием Азарт Стаи, по-моему. А он нам регенит бодрость, наши вот эти круглые шарики, 1 в 5 секунд, если прокачать ластовый талант. А к этому моменту у нас уже прокачан ластовый талант, если мы все вылутывали, если мы следовали этому маршруту. Короче, столько просто мыслей. Это точно можно адаптировать намного лучше и пролететь намного быстрее. Но, само собой, это уже будет в тот момент, когда дополнение выйдет. То есть 29 ноября, и это будет на стриме. Вот летаю я по этим ластовым точкам в ластовую локацию. И изначально это видео хотел назвать лучший маршрут, но не думаю, что он самый лучший. Смотря на эти точки, как-то хочется их адаптировать получше. Теперь мы добрались до ластовой точки, до самой высокой точки в Драконьих островах. И, разумеется, накопив таланты, прокачав нашего дракона, и мы научились им пользоваться, мы покорим эту высокую точку. Вылутываем последнюю реликвию, получаем достижения, прокачиваем последние таланты. Спасибо огромное за просмотр! Всех вам благ, счастья, здоровья! Берегите ноги, мойте руки! Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok